Дорогие друзья! 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 стал первым русским чемпионом в версии и все равно поздравляем мурата поздравляем мурата действительно хорошее начало наверное есть в будущем это спортсмена хоть он уже достаточно возрасте но думаю что у него есть и так мы имеем первого победителя боксер мурат курманов выиграл у борца классика на самом деле игоря ахметова и вторая пара рустам талибов карате тюксин кай вячеслав орехов самбо и дзюдо ну рустам талибов я думаю кто смотрит наши кассеты программы и первый день смотрел его представлять особо не надо он участник всех наших чемпионатов и даже первый день дрался нас 30 апреля а вот орехов вячеслав это дебютант ну вот лет талибов я расскажу более подробно о талибове он чемпион россии по карате как синкай своей категории весовой чемпион дагестана по карате как синкай тоже в своей категории очень красиво дерется чистый ударник очень техничный Он один из самых легких бойцов вообще в российской версии по боям без правил Вот его противник Вячеслав Орехов, который представляет самбо и дзюдо Он мастер спорта по самбо, мастер спорта по дзюдо Достаточно опытный боец, участник чемпионата Азии по боям без правил в 1996 году в Казахстане И даже в Турции дрался по этим же боям Чемпион турнира памяти Андреева по дзюдо Ну, в общем-то, он должен составить достойную конкуренцию Талибову Бой будет достаточно интересным, потому что один яркий ударник Я бы уже говорил, что Талибов дерется чисто в своем каратистском стиле Не унифицирует, что называется, очень многие спортсмены унифицируют правила уже Получается, что не чисто свой вид спорта представляет А получается, что уже есть определенные наработки Талибов дерется всегда в своем стиле Орехов я еще пока не видел, сейчас мы посмотрим, что нам может показать Орехов Но думаю, что он сможет противостоять Талибову У него есть шанс выиграть, я бы сказал так, 50 на 50 этот бой Вот стоит Талибов, Талибов очень всегда, да, так, эмоционально приветствует зрителей Всегда, если побеждает, так же эмоционально их тоже приветствует Проигрывает, ну, умеет и проигрывать, он проигрывал на моей памяти Но очень, очень волевой спортсмен Талибов Ну, посмотрим, посмотрим Так, какой-то танец исполнил Орехов, видимо, не знаю, что это значит Может, ритуал такой у него Так, проверил Талибов его лоу-киком в бедро Посмотрим, судя по стойке, умеет бить Умеет бить Вячеслав, потому что хорошо держит руки, защищает, вот видите, челюсть правой рукой Интересно, чья эта девушка так болеет Талибову или Орехова Думаю, потом мы увидим Вот еще раз, а Талибов, он молодец Он молодец, он не идет в руки, бьет, бьет, проверяет лоу-киком Бьет в ноги все время, пытается сбить Я думаю, что он готовит атаку руками на самом деле Ну, видимо, Вячеслав понимает это, понимает Он отошел, порвал дистанцию и решил начать все сначала Атаку надо готовить, это все спортсмены знают Пока, пока ни один спортсмен не идет в атаку Это такие действия, как больше, вот, Талибов Талибов, ага, разозлился, разозлился Орехов Видимо, достал его Талибов все-таки ударом Лоу-кик под коленный сгиб, видимо, достаточно чувствительный был Я смотрю, пошел, и пошел, пошел Орехов в атаку Пошел, прижал к сетке Ну вот, сейчас посмотрим, сможет борец Сможет ли борец положить каратиста И завершить бой в парке каким-нибудь болевым или удушающим Нет, Талибов расперся, очень здорово Смотрите, видите, левую ногу выстоял, уперся Вот Талибов хватается за сетку На самом деле, вот правильно подходит Сергей Секлаури Убирает руку, нельзя хвататься А вот эти удары, хоть они и не, как бы, концентрированные Но очень чувствительные по затылку, очень чувствительные А Талибов здорово бьет Очень здорово бьет, свободный удар, такой хлесткий получается Посмотрим, сможет Положение сейчас у Талибова, в общем-то, проигрышное У Орехова выигрышное, сможет он его использовать или нет Нет, нет, не смог, не смог, ушел Талибов Вывернулся, я уже говорю, что очень верткий, очень верткий спортсмен На моей памяти, на первом чемпионате он уходил с таких болевых Что невозможно просто было представить Что это, как бы, человек может такое сделать Ну что, все начинается сначала Все начинается сначала Опять исходное положение приняли Посмотрим, посмотрим Кто пойдет в атаку сейчас Талибов пока не идет Просто пытается лоу-киком отвлечь Я думаю, он готов, вот он Нет, 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 пошел Орехов все-таки пошел в атаку Опять в то же самое, пошел руками Захвата, ну, в общем, грамотная тактика Чтобы не фехтовать ударником Лучше, конечно, делать так Но попал в положение спиной к сетке В боях без правил достаточно проигрышное положение Потому что очень ограниченная степень сработы Ушли, разошлись Посмотрим Посмотрим Вот секунданты подсказывают У нас можно, в боксе нельзя У нас можно подсказывать Подсказок столько, что, в общем-то, я не знаю, как спортсмены Я уже запутался, кто кому кричит Ага, пошел Орехов в атаку все-таки Опять захватил Попытка броска через голову под садом голенью Не получилось Но, но Но шею взял очень плотно Есть шанс у Орехова Есть шанс у Орехова задушить Талибова Удушающего сделать Потому что очень плотно взята шея Посмотрите, и не видно даже головы Не видно даже головы Но Талибов в таком стиле пловца Королиста так Наносит удар Непременно руками Кого-то плывет Но шею не отпускает Орехов Не отпускает Есть у него шанс выиграть Есть шанс выиграть Есть шанс выиграть Есть шанс одержать первую победу В российской версии чемпионатов Нет Нет Вытащил Талибов в голову И теперь уже Орехов Уже Орехов проиграет по положению Потому что вот это положение Оно очень неудачное Для бойца Удары сверху Нет, отжимает Молодец Молодец слова Отжимает Атакует даже если отжимает Рустама от себя Если бы он не отжал То Рустам бы его добился Сто процентов Тут невозможно Руками парировать все удары Которые сверху наносятся Очень удобно наносить даже сверху Наносят Талибов Те же удары Ну промахивается Промахивается Вот головой Головой Прошел удар головой Держит пока его Держит пока его слава Ну в общем Вот сейчас Талибов потихоньку переломал Там встреча Получается что он Что он атакует То положение сверху Он атакует И я вижу сдача Я не понял что это было Я думаю это просто отказ От проражения боя Очень неожиданный для меня Результат А Циклаури посмотрел Сережа Что там Может быть был Пропустил удар Я думаю что не было Вот я говорил Вот как радуются Это дагестанский боец Это его секунданты Очень приятно Очень здорово улыбается Очень приятно Молодой человек Техническим нокаутом Видимо отказ от поединка Был со стороны Орехова Потому что Либо устал Либо пропустил удар Но не было болевого приема Это сто процентов Можно сказать Сейчас мы посмотрим Сейчас мы посмотрим Может быть на повторе Будет видно Вот Не смог бросить Здесь Не смог бросить Вячеслав Здесь Талибова Хотя вот Если бы бросил И взял И упал бы В таком положении Взявся за шею Вот тогда Наверное 99,9% Его выигрыша Но Талибов устоял Может быть потому Что взялся за сетку Вот А вот это хороший перевод В борьбу лёжа И шею удачно захватил Но вот не хватило что-то Не хватило что-то славе И не смог он вздушить Не состоялась его первая победа К сожалению На нашем чемпионате В нашей версии в российской По боям без правил Но я думаю Что мы ещё увидим Этого спортсмена Потому что он появился Он дебютант Повторю у нас На соревнованиях Вот Талибов Видите наносит Если бы сейчас его не отжал Орехов ногами То в общем-то Талибов бы его добил 100% Но грамотно Грамотно сделал славу К сожалению Всё равно проиграл Не помогло ему это Итак мы имеем Второго победителя Рейтингового боя Вот он Наш победитель Рустам Талибов Представляющий Караты Кокисинкай Достойно выиграл Очень сильного Я считаю соперник Который во-первых Тяжелее его Почти на 10 килограмм И не менее опытный Чем сам Талибов Молодец Рустам Я напомню Что он одержал Два боя На этом чемпионате Первый день И второй